Здарова бойцы, на связи Флэс. Вы думали, что предыдущий невероятный бой является апогеем или апофеозом этой игры? Значит, вы точно не видели данного боя. Здесь степень сумасшествия, тревоги, гнева, отчаяния, а также разочарования и всего прочего бьют какие-то просто неистовые рекорды. Примечатель он прежде всего тем, что я играю под ником Маэстро, но это не самое важное. Самое важное и мозговоносящее перед вами самое что ни на есть гражданочка. Все играют за британцев, причем это был выбор каждого. Но перед тем, как перейти к сражению, я хочу сделать небольшое отступление и сразу предупредить. В данном бою все игроки с низкими рангами. Однако, как некоторые наверное догадались, не все так просто. Подвох и здесь есть. Я еще много лет назад выдвинул гипотезу про ранги в штурме, а теперь я и вовсе убежден на 100%, что рангов в этой игре больше не существует. Перед этим я сыграл 4 боя, 3 из них были с игроками низкого ранга. И что вы думаете? Они все оказались задротами, причем конченными. Четвертый бой я сыграл с большими рангами, и вот они оказались полными фантиками. Не могу сказать, что это постоянная тенденция, но в последнее время подобная картина встречается все чаще. Обычно смурфы это два друга сидящих на цехе с какими-нибудь рафляными никами. Например, у первого Антошка, у второго пойдем копать картошку. И чем ниже у них ранг, тем они жестче. Поэтому будьте бдительны. Данный бой не исключение. Я тоже играю против смурфов, причем я сам являюсь смурфом, и даже есть вероятность, что мой союзник смурф. Короче, добро пожаловать в игру в тылу врага смурф 2. Играю на карте усадьба, и характерная черта данной карты заключается в том, что британцы на этой карте чувствуют себя лучше других наций. А теперь представьте, что на этой карте исключительно британцы. Вот это мясо. К слову о мясе. На мое самое сложное направление, которое вечно все прессингуют, приезжает уже первый танк. Тетрарх. И, разумеется, мне нужно оперативно на него реагировать. Я, недолго думая, взял Даймлер. В принципе, шансы одинаковые. 50 на 50. Кто первый выстрелит, попадет, пробьет, тот и победил. Ну тут у меня в прицеле был мой стрелок. У меня был выбор, но не было времени. Я решаю убить стрелка, но зато я пробиваю Тетрарха и еще пару попаданий. Тетрарх оглушен. Я использую этот случай, немного рискую, но все же попадаю в башню и выбиваю весь экипаж. И тут я подумал, а что бы мне не захватить его. И поехал я, значит, вперед, попутно расстреливая всяких вражеских стрелков. Высаживаю командира, чтобы он засел в Тетрарх. И, в принципе, задумка удается. Я захватываю дополнительную технику. Ну красота же. Вот только вражескому ПТ-стрелку это не понравилось. Тут, знаете, что какая-то казусная ситуация выходит. В итоге я просто тупо поменял свой Даймлер на Тетрарх. Причем, кстати, Даймлер, наверное, машина будет поудобнее. Потому что у этого Тетрарха башня вообще практически не вращается. Очень медленно. Ну что мне тут остается сделать? Выкинуть все из Даймлера. В случае, если они его отремонтируют, чтобы у них не было хотя бы боезапаса. Ну тут мои героические танкисты отстреливаются. Но шансов у них, понятное дело, здесь не было. Подкидываю танкистов. Все. Я не знаю. Сижу вроде бы как победитель, а вроде бы как и дурак. Вот кто меня здесь рассудит? Ну ладно. По крайней мере, я ничего не потерял. Я в любом случае остался при технике. Это, наверное, все же плюс. Разместил я здесь пулеметчика повыше, чтобы немножечко помогать на центр. Хотя, на самом деле, не сильно я здесь на центре и помогаю. В основном, чтобы перехватывать тех, кто будет поджиматься под церковь. Это самое опасное на этом фланге. Это когда поджимаются под эту церковь и тебя просто душат. Душить еще сюда приезжает, кстати, Крусайдер. Это означает, что нужен танк. Какой брать танк? Ну, у меня есть любимый танк за британцев. Это Файерфлай. Это бесподобная машина, которая себя проявит очень хорошо в этом сражении. Именно на нее я и коплю. Так засматриваясь, может быть, взять что-нибудь подешевле с 17-фунтовкой, типа Арчера или Ахиллеса. Но все же я решаю подождать в Файерфлайер. Танкисты, как обычно, запутались. Один не стал чинить, другой достал вторую ремку. Союзник подогнал сюда, очень кстати, шермана обычного. Я же сюда подогнал обычный отряд пехоты, пехотинцев, для того, чтобы просто поставить бруствер. Очень сильно мне их не хватает, потому что Крусайдер собака такая сломал здесь все. Ну и так начинаю потихонечку выстраивать некую линию обороны. Пока что все довольно спокойно. Единственное, что мы центр не берем. Итак, вон они, ломаются кустики, и приезжает сюда комета. Ну, можно сказать, заклятый враг Файерфлая. Как некоторые, наверное, из вас знают, я игрок таких старых, бывалых взглядов, и я приверженец именно Файерфлая, а не кометы. И я передаю огромный привет всем тем людям, которые предпочитают комету, потому что Файерфлай в этом бою докажет, что длина имеет значение. В частности, имеет значение дальность выстрела, которая у Файерфлая, в отличие от всех средних танков-одноклассников, больше на 10 метров. Итак, поехали охотиться за британскими танками, на британских танков. Обычный шерман взрывают, шансов у него не было. Я один раз попал в Крусайдера, сломал ему башню, но он откатился. Здесь чуть было меня комета не поймала, но я вовремя нырнул под горочку. Таким образом, загоняя себя в неудобное положение, потому что в ближнем бою, особенно когда рельеф неровный, комета, конечно, чувствует себя как рыба в воде, потому что башня у него там каменная, и она уже мне сломала орудие. Повезло то, что у меня здесь оказался вот этот вот Тетрарх, малыш Тетрарх, который пытается бодаться с кометой. На самом деле, я не пытаюсь ее уничтожить, я просто делаю все возможное, чтобы ее напугать, чтобы она не проехала случайно к моему Файерфлайу и не добила. Файерфлай я чиню, малыш Тетрарх психологически защищает его. Проверяю также местность на наличие бронебойщиков, не обнаруживаются, но моего автоматчика, к сожалению, убивают. Если бы не вот этот Тетрарх, если бы не этот маленький танчик, скорее всего, мой Файерфлай был бы уже уничтожен. Итак, комета, кажется, просекла, что мой Файерфлай находится сейчас в уязвимом состоянии, без пушки и предпринимает попытку объехать с фланга. Ну, маленький защитник. Тут как тут, комета исчезает в тумане войны, но я все равно ее нащупываю и уничтожаю. Вот так вот. Не суди по внешности, что называется. Самое ироничное, что в итоге комета уничтожил их собственный танк, который я просто вырвал из их рук. Тем временем Файерфлай готов, и теперь мне просто нужно... К сожалению, Тетрарх убивает гранатометчик. Теперь Файерфлай будет попроще, потому что единственная его задача сейчас это не пропускать танки, которые будут поджиматься под церковь. В теории сделать это просто, как я уже говорил, чисто за счет дальности. То есть у кометы 130 игровых метров, я напоминаю, у него 140. Кажется, 10 метров какая-то фигня. На самом деле это невероятное преимущество. Крусайдер вернулся, кусает моего там союзника на центре, который, кстати, не предпринимает никаких попыток захватить этот центр. Я не знаю, что он там стоит уже. Восьмая минута, 30 очков противник накопил. Я пытаюсь поймать Крусайдера, стреляю. Попутно слежу за этим бронебойщиком. Я его контролирую. Но, к сожалению, Крусайдер уезжает. И вот он выбегает в гранатометчик, и я его поймал. Ну, на самом деле повезло мне. Повезло то, что он промазал. А то бы сейчас я распрощался с танком. Обратите внимание на миникарту. Пошла, что называется, мазута. Я забираю вражеский пиат. Что там за танк? Это комета. Ну, вот они как раз те самые 140 игровых метров. Хоп. Комета перехвачена. Причем, хочу заметить, это комета другого игрока, который играет справа. То есть, они сюда приехали чисто давить меня вдвоем. Вон, десант приехал, механизированная пехота, британские спецназовцы. Ну, вовремя, в общем-то, я перехватил комету. Сейчас дело за малым. Нужно подогнать сюда даймлера, разобраться с бронемашиной и уже так чисто подчистить пехоту. Которой, кстати, здесь уже немало. Два отряда элитной пехоты минимум. Начинаю потихонечку грызть, не добивая, к сожалению, ПТ-стрелка. Презенты на этом не заканчиваются. Решили они сюда еще добавить матраса, чтобы моя жизнь не была скучной. Как вы понимаете, это было четко спланированное наступление, которое захлебнулось. Немножко страдает союзник. Я ему пишу, бери центр уже, потому что я уже здесь воюю против двоих. А это сигнал к тому, что на центре никого нет. И мой союзник впустую теряет время. Может свободно его брать, но что-то ему мешает. Подкидываю сюда дешевую пехоту, чтобы она мне тут светила. Расстреливаю. Ну, то есть моя задача здесь расчистить все. Кстати, я даже здесь ополченца не задавил. Что очень странно. Обычно я люблю давить своих бойцов. Все пытаются они стрелять из пиата. И все терпят неудачи. Все. Практически вся живая сила противника уничтожена. Это означает, что я отстоял свой фланг. Ну, практически отстоял. Еще немножко осталось. Также не нужно забывать про вот этот броневик. Его можно починить. Вот. Немножечко прокатился по британским спецназовцам. Решаю здесь разведать обстановку. И обнаруживаю комету. Подбивает меня ПТ-стрелок. Но вовремя обнаружил комету. Опять-таки 140 метров. Он по мне не может стрелять. Я его ставлю на трак. И все, что остается сделать, это добить. Бронепробитие позволяет. Но тут неожиданно прилетает плюха. Со 140 метров. Это фаршутик. Грязный, наглый фаршутик. Со сломанной башней я отъезжаю назад. Хотя мог бы уже спокойно с ним разобраться. Пишу в чат. Ну, не так нагло. Думаю, что он меня понял. Отвожу в безопасное место. Чиню. Союзник, кстати, тоже взял фаерфлай. Красавчик. В ответ мне прилетает именно так. С вот этими остроумными скобочками. Тут я обнаруживаю, что оказывается даймер выжил. Без башни был, но с пушкой. То есть я мог бы попытаться уничтожить комету. Но что-то я как-то профугасил этот момент. Вообще, я хочу вам признаться. В данном бою я играл на автопилоте. И ошибок, грубых, по невнимательности у меня здесь будет туево хуча. Потому что время час ночи. Я обычно в такое время даю храпака. Потому что я жаворонок. Я играю либо в ранний вечер, либо в раннее утро. Вот так вот. А сейчас у меня просто бессонница была. Я решил рубануть в штурм. И тут такое мне перед сыном выпало. После которого я еще час не мог уснуть. Ну, в общем-то, теперь вы знаете. Не удивляйтесь, что я буду местами супер заторможенно действовать. Промахиваться там по иконкам, по пехоте противника. Такие моменты, кстати, уже были. Тот же бронебойщик, который едва ли не подбил мой фаерфлай. Тут союзник молодцом. Уничтожает комету. Ну, прекрасно. Минус еще одна комета. Здесь я пытаюсь кого-то попасть. Не попадая, разумеется. Ну и так немножечко шугая противника своим мощным бровнингом. Матрас. Зараза такая. Мешает жить нашей пехоте. Кстати, я не сказал. Я тоже взял матрас еще, пока не стрелял. Противник не сдается. Все еще бегает слева. Это означает, что ничего не кончено. И что дальнейшие атаки допустимы. Перекатываюсь матрасом. Здесь просто олимпийский бросок. Довольно, кстати, странно, что я матрасом еще не стрелял. Я даже предполагаю, из-за чего это. Я его взял не потому, что он был нужен, а потому, что я просто разозлился на вражеский матрас. Наверное, что-то такое у меня бурлило в мыслях в тот момент. Наконец-то до меня дошло, что пехота противника бегает слева от церкви. И я поставил там брустверы. Соизволил. Так, разворачиваю матрасик. И присматриваюсь, куда бы, куда бы пальнуть. Вижу еще одну комету. Ну, она уже поосторожнее играет. Сюда не едет. Уж достаточно здесь погибло комет. А я здесь взял еще дешевые пехоты. Просто для того, чтобы знать, есть ли здесь кто-нибудь. Решаю танком разведать обстановку за церковью. Никогда так не делайте. Сначала пехота, а уже потом танк. И бла-бла-бла. Я замечаю комету, но не замечаю танк. Другую подбитую комету, за которой прячется та комета, по которой я сейчас стреляю. И понимаю, что у него позиция выгодней. Но я все-таки пытаюсь попасть. Потому что он отвлекается на моего союзника. Союзник потерял противопехотный крусайдер. Он, оказывается, его брал. Все, больше он ни на что не отвлекается. И я понимаю, что это гиблое дело сейчас лезть на нее. Это я случайно нажал на левую кнопку мыши. Я не вру, я правда, я сплю в этом бою уже. Замечаю, что тут уже просто туча вражеской пехоты. И надо палить, пора уже задействовать матрас. Стреляю куда-то в туман войны. Убиваю двух командос, ПТ-стрелка. И сразу же второй залп в район кометы. Вообще никого не убиваю. Ну, слабенько в итоге я что-то зарядил. Тут я понимаю, что можно спокойно перехватить комету Пиатом. Небольшой лаг. И кометы уничтожены. Не нужны даже никакие фаерфлайи. Кстати, напишите, сколько комет я уже уничтожил. Вообще, в принципе, сколько будет уничтожено. Я что-то забыл посчитать. Бесячая, конечно, проблема бронебойщиков, что они практически никогда не добивают танки до конца. И приходится стоять в чистом поле, наяривать по этому двигателю, пока он не сгорит. Но у меня в итоге это получилось. Плюс мне тут союзик маякует, что есть еще одна комета. Существует где-то там. Я немножечко ее пугаю. Но она в ромбе стояла, поэтому я ее не пробил. Хотя на самом деле, стоя так высоко, я мог бы спокойно ее пробить. Но не в ромбе. Так, а, это Брэн там стоял. Вот, по кому я все это время стрелял. Но Брэн исчезает из-за своей наномаскировки. Матрас по мне вновь долбит. Да так долбит, что аж Фэрфулай лопнул. Вот это, конечно, неприятно. Неожиданно и совсем неприятно. Я сразу же снимаю браунинг, чтобы хоть что-то осталось в памяти об этом светлячке. Именно так переводится Фэрфлай. И сразу же, недолго думая, беру еще один Фэрфлай. Если вы вдруг не заметили, настройки боя здесь тоже необычные. Я не помню сколько там. Что-то под 8000 ЛС было заряжено. Или даже 9000. 140 КО. Ну, то есть не просто так противник без остановки берет эти кометы. Очков он не жалеет. Поэтому я решил тоже не жалеть и взять еще один Фэрфлай. В конце концов, у меня все равно преимущество. Комет я там сжег гораздо больше, чем он у меня Фэрфлай. Закидываю гранатами тех, кто поджался под церковь. Вновь выезжает Крусайдер, когда миновала противотанковая угроза в виде моего Фэрфлая. Кстати, Фэрфлай с союзника, по всей видимости, подбили. Но не до конца. Он сейчас его чинит. Союзник также взял Кромеля 95-го. По моему союзнику, кстати, начинает работать снайпер. По мне снайпер не сильно работает, потому что у меня и пехота немного на центре. Да и та вся лежит, поджавшись под холмик. Ну, все, подкидываю гранаты. Разбираюсь здесь с командос. Это я сейчас против Кремня сражаюсь. В общем, чтобы вы понимали, победитель это тот, с которым я изначально воевал. Это мой оппонент слева. Кремень это оппонент моего союзника справа. Вот они периодически будут здесь встречаться, чтобы мне повыносить мозги. Выезжает еще одна комета. Ну, здесь совершенно без проблем. Я вообще не понял, на что он рассчитывал. Видимо, он хотел добить Фэрфлай моего союзника. Но... Хорошо, что я до этого не светил свой Фэрфлай. И он, видимо, просто его не заметил. Не знаю. Ну, в общем, получилось все как нельзя кстати. Разве что приходится сейчас стоять и как баран добивать бесконечно. Эту несчастную комету. Замечаю броневик, чиню его. Ну, и продолжаю добивать комету. Все, всполыхнуло и уничтожено до конца. Все вроде бы неплохо. Мы опять же отбились. Но... На центре тишина. Противник накопил уже 50 очков. Бросаю танкистов на разведку. Замечаю еще одну комету справа. Которая, кстати, до конца добила союзный Фэрфлай. Тут довольно сложно ее прострелить. Я ломаю здание перед зданием. Остается одно здание. Комета уничтожает союзный Кромель 95. И здесь я замечаю прострел в виде окна. И пытаюсь сейчас уничтожить ее. Именно через данный прострел. Вылезает танкист. Лучше бы он нафиг сидел в этой комете. И дальше вылез. Получил болванку. И приуныл. И все. Прекрасное попадание сквозь здание. Через окно. Комета уничтожена. И я облегчаю задачу союзнику. Он может снова брать центр, если захочет. Решаю помочь союзнику артиллерии. Мне почему-то кажется, что где-то здесь снайпер. Я хотел его поймать. Но в итоге подбил обычных стрелков. То есть у противника там на самом деле ничего серьезного нет. Центр серьезно. Можно спокойно брать. Но что-то все не берется ни в какую. Итак. Новая. Новая пехота бежит. Которая заспойлерила новую атаку. Я понимаю, что мне сейчас матрас пригодится. Как раз там скопление британских спецов. Сложусь. Ну и пожалуй, это мой первый удачный обстрел. Я уничтожил целых семь элитных бойцов. Вожу матрас подальше, чтобы не перехватили. Продолжаю кидать гранаты. Командос. Готов. Ну и мне уже не нравится бездействие на центре. Я решаю подкинуть сюда своих бойцов. И попытаться сбить флаг. Ждем. Че выдаст соперник. Хотя на самом деле лучше бы союзник брал центр. Там всего лишь один боец. Господи, в чем проблема его уничтожить? Приезжает сюда даймер. Но его разрывает мой браунинг. Браунинг. С моего первого фаерфлая. Он еще и погибать не хочет. Вы посмотрите на него. Попутно здесь уничтожаю командос. Кремень. Все еще кидает сюда командос. Очередной залп. Я срочно спасаю хотя бы одного бойца. Очень важного пулеметчика. С викирсом. И замечаю слева полный привет. Видео центуриона. Который я тут же убиваю. Ти. На что был расчет? Я просто не понимаю. Та же самая картина. Просто они взяли танк помощнее. И в то же время помедленнее. То есть. Ну. Тут я к сожалению на радостях теряю фаерфлай. Мне его стоило назад откатывать. К тому же я взял сюда противопехотный крусайдер. Который здесь тоже пригодился. Уничтожил бронемашину. Но им я не рискую. Потому что понимаю. Возможно там много бронебойщиков. То что мой фаерфлай уничтожен. Это конечно плохо. Потому что я все равно здесь остаюсь без танков. Вот этот крусайдер у меня. Это единственное что здесь есть из техники. И я понимаю что мне срочно нужно что-то брать. Снимаю еще один браунинг. Мой крусайдер конечно помощнее вражеского. Но против кометы он ничего сделать не сможет. Поэтому небольшая здесь проблема. Нужно срочно брать какой-то танк. Очень не хочу брать еще раз фаерфлай. Но выбора нет. Это наверное лучшее сейчас решение. Но комета уже тут как тут. Не терпится ей скушать моего крузика. Который уже по-моему лишился башни. Я тут бегу бронебойщиком. Все красиво. Но не пробиваю к сожалению. Не везет. Еще раз стреляю. Вообще не попадаю. Жутко не повезло с бронебойщиком. Танк. Танк. Думаю где ж мой светлячок когда он так нужен. Но он едет. Уже почти приехал. И сейчас мы разберемся с этой кометой. Но тут случилось какое-то синхронное плавание. На самом деле мне еще жутко повезло что мой бот решил выстрелить по комете. Да и так выстрелить что аж сжег эту комету. Комета к сожалению меня тоже уничтожила. Но наверное это все же лучший расклад для меня был. Потому что если бы комета уничтожила мой фаерфлай. Я бы здесь был как бы безоруженный. Скорее всего бы даже точку потерял. И плюс комета бы 100% добила Крусайдера. Браунин к сожалению не поднимается из-за бага. Проблема здесь на самом деле в другом. Я думаю что на миникарте это видно. Центурион не добитый. Вновь по мне долбит матрас. Напоминаю что меня они здесь разрывают вдвоем. И в этот раз очень интенсивно. Они подзапарились. Понабрали кучу разных юнитов. И у них почти получилось. У них постоянно почти получается. Но что-то все время идет не так. Все Крусайдер вроде бы как откатывается. Я уже думаю хватит брать этих фаерфлайов. Пора играть по крупному. Раз уж они тоже начали играть по крупному. Беру Центурион. Для того чтобы добить вражеский Центурион. Также не забываю про Крусайдер. Подкидываю сюда танкистов. Пехоты бы сюда конечно еще стоило подкинуть. А не просто танкистов. Пехоты имею ввиду нормальный. Ну вроде бы так отбился. Вроде бы отбился. Здесь пехоту тоже стоило бы раскинуть. Чтобы она хотя бы не бесполезно лежала. А осветила хоть моему союзнику. Хотя союзник продолжает что-то просто смотреть на центр. Кидаю гранату. Все еще уничтожаю всяких крыс. Ну и вот. Выкатываю для того чтобы добить Центуриона. Центурион здесь в принципе в относительной безопасности. Это один из самых бронированных солба танков в игре. Я не шучу. Первым выстрелом уничтожаю двигатель. Но он не загорается. И я просто стою здесь и добиваю этот гребаный Центурион. Ну вот в чем проблема. В чем проблема ему сгореть или, я не знаю, развалиться. Ни в какую не хочет. Не хватает мне очков на пехоту. Я сам осознаю нехватку пехоты. Все стреляю, все стреляю. Снаряды, да, уже экран трясу. Нервы уже просто не выдерживают. И залп матраса, который ставит меня на трак. Это может быть фатально. Потому что мне еще и помимо трака сломали башню. Надо сейчас всеми силами защищать этот Центурион. Беда в том, что я особо взять ничего не могу. Пехоты у меня здесь крайне мало. Я тут даже принимаю радикальное решение чинить с шести рук тремя бойцами. Три модуля. Лишь бы увезти отсюда побыстрее Центурион. Но прибегает пят. И зажигает мой Центурион. Конечно, я виноват, что не прикрыл свой Центурион. Виноват, что у меня так мало здесь пехоты. Но все же я его вытащил вот так вот против своей воли. Все, что я хотел сделать, это добить вражеский Центурион. Если бы я его сразу добил. Или хоть со второго выстрела, с третьего, с четвертого. Ну нет, я же его просто не убил до конца. Сколько выстрелов было сделано, согласитесь. Смотрю на союзника, он все еще не берет Центр. И тут у меня сгорела жопа. Слушай, ты совсем? Меня вдвоем давит. Ты, Ентер, взять не можешь. Я думаю, что справедливое замечание. Потому что я здесь высосал уже из двух соперников невероятное количество ресурсов. Что мешает союзнику? Я, извиняюсь за тавтологию, я не знаю. И мешает ему там, наверное, только один снайпер. Ну, блин, кинь ты дымовые шашки на центр. Захвати флаг. Ну, елки-палки, 86 очков, 27 минут. Мы сейчас тупо проиграем. Какой смысл сидеть-то и смотреть? Просто посмотрите на этот счет. Впервые за весь бой он отправляет юнит на мое левое направление. Да не абы какой, а Центурион. Вот эти два пацана от меня уже просто с живого места не оставляют. Я стреляю из матраса. Но вновь не угадываю. Прям не заходит у меня матрас. Того Цента они в итоге починили. Он уже приближается. Как и Цент моего союзника. Ну и сейчас будет битва титанов. Разве что у противника перевес. Потому что моему союзнику еще здесь приходится воевать против кометы и Крусайдера. Короче, против всей британской охапки. Я тут хоть чем-то пытаюсь помочь. Я уже просто обескровленный. Очков не осталось. Юнитов не осталось. Как бомж бегаю. Но пытаюсь помочь. Пытаюсь уничтожить комету. Снова все сделал. Для этого правильно. Но пиат просто не пробивает. Взял я кстати Блэк Принц. Опять же. Это не совсем вымеренное решение. Взял я его просто из-за суеты. Союзник просто красавец. Смог победить вражеского Центуриона. И этим самым выстрелом он по-настоящему развязывает нам руки. Я тут хотел добить Центуриона. Но опрометчиво. Помимо Центуриона союзник уничтожает комету. И я понимаю, что ситуация как минимум на моем направлении у нас стабилизируется. Разворачиваю Блэк Принца. Понятное дело, что с его скоростью он до моего флага просто не доедет. Поэтому я его отправляю на центр. Союзник мой добивает, помимо всего прочего, Круссайдер. Чуть было его не уничтожил Пиат. Хотя на самом деле он не мог его уничтожить. Разве что на трак поставить. Но хорошо, что этого не произошло. Бронебойщик уничтожен. Отдает он мне в итоге Центуриона. За что ему большое спасибо. Но как-то у нас немножечко неровно получается. Я решаю отдать ему Блэк Принц. Потому что он ближе к Центру. Да и в принципе Блэк Принц на Центре намного лучше смотрится. Потому что это просто непробиваемый монолит. И я надеюсь, что он ему поможет. Пишу, мол, вот тебе Черчилль. Ты только возьми Центр, пожалуйста. Все, я наконец-то подгоняю сюда элитную пехоту. Сейчас немножко мне нужно закрепиться на своем направлении. И буду потихонечку смещаться к Центру. Потому что уже серьезно. Очки поджимают. Очко тоже поджимается. Уже нужно действительно воевать на Центре. Иначе победы нам не видать. На самом деле, прямо сейчас у нас ситуация стала намного лучше, чем у противника. Потому что из-за всех вот этих наступлений на мой флаг. Они потеряли намного больше ресурсов. А мы же остались при мощных танках. Таких как Центурион и Блэк Принц. Ну и в перспективе у нас должно все получиться. Я продолжаю здесь кидаться гранатами. Потому что хочу до конца разобраться с этим Центурионом. Который все еще не добитый. Уж сколько можно мне мозги компостировать. Кидаю динамит. Динамит улетает под днище. Также улетает куда-то в сторону танкист. Ну и все. Наконец-то Центурион врага сгорел. Замечаю также, что можно починить мой фэрфлай. Немедля начинаю это делать. Плохие новости у моего матрасика. Мой матрасик порвался. У него закончились снаряды. Я, чтобы просто так Даймлер у меня не стоял, отправил его вперед. Чтобы расчистить все от вражеской пехоты. Какая-то неразбериха у меня здесь происходит. Ну и сейчас я жду, когда у меня появятся очки, чтобы взять грузовик поддержки. Матрас обязательно нужно зарядить. Как вы понимаете, бой постепенно переходит в истощающую фазу. Когда у всех заканчиваются ресурсы. И играть нужно с головой. Но это не про меня. Я сломя голову еду перехватывать комету еще одну. Спасибо, игра. Насколько я понял, снаряд пролетел между катками. Ну это все, что вам нужно знать о моей везучести в данном сражении. Не мудрено, что я там чуть с ума не сошел. Начал трясти экраном. Непонятно только, зачем он так снова кометой вылез. Знал же про вот этого Центуриона. Ну вылез и вылез. Потерял комету и потерял комету. Нам-то что? Нам-то хорошо от этого только. Ну разве что Деймлер я может быть просто так слил. Но опять же я не считаю это своей виной. Здесь я решил сыграть в мудрого еврея. И чтобы не тратить очки на грузовик. Решил спросить у союзника, может ли он взять грузовик. Ну союзник тоже еврей, поэтому он ответил мне не. В общем-то, наконец-то мы захватываем Центр. А нет, не захватываем, там убили моего британского спецназовца. Все по-старому, короче. Я заметил какую-то рожу здесь за зданием. И что-то мне приспичило убить эту рожу. Лэнт Матрес убил мой Брэнкерриер. Эх, ну повезло, повезло. Так, танкисты бегут куда-то. Решил я приказать танкистам чинить танк. А не британскому спецназовцу. Негоже ему чинить танки. Все здесь никак. Не могу нормализовать обстановку. Все, блин, бегают, бегают. Какая-то пехота здесь постоянно. Но, впрочем, ничего серьезного. И это просто такая нервотрепка, которая ни к чему противника не приведет. Хотя ей заставляет немножечко понервничать. Кидаю динамит. И понимаю, что пехоты здесь намного больше, чем я себе представлял. Враги снова взяли флаг. Я еще больше из-за этого нервничаю, маячу. Сам бы рад там поиграть. Но победитель не дает. Все время меня здесь дергает за косички. Пропустил я еще одного бронебойщика. Из-за того, что мой пулеметчик решил лечь. Ну и мой Цент снова оказывается в опасности. Из-за того, что его поставили на трак. Избавляюсь тут от вражеской пехоты. Вот так у меня должен был стоять пулеметчик. Но он лег. Как угодно. Тем не менее, враг еще тупее играет Центом. Демонстрирует мне свой борт. И я его здесь спокойно, даже стоя на траке, подбиваю. Единственное, что мне не повезло. Опять с выстрелом. Первое было сквозное. Враг очнулся и уничтожил Блэк Принца. Хорошо, что еще Блэк Принц можно починить. Но все равно минус наш серьезный танк. Пулеметчик здесь справляется с горем пополам. Все. Союзник мой наконец-то берет флаг. Хорошие новости, потому что счет уже немаленький. 110-123 у противника. Цент ремонтируется. Замечательно. И он очень вовремя ремонтируется, потому что в него прилетает самый страшный враг любого тяжелого танка. Красный дымочек. Мда. Ну я вовремя удрал. Все. Центурион спасен. Даже фаерфлай, кстати, не задело. Разве что танкиста. Сюда приезжает Виллис. Ну да, это вообще гроза. Гроза всех юнитов. Я его быстро уничтожаю. Снайпер тем временем мутузит моего союзника. Уж весь бой мутузит. Я смотрю на свои оставшиеся очки и понимаю, что я пуст. Те юниты, которые у меня сейчас имеются, это мои последние юниты. Матрас уничтожил союзного снайпера. Ну, вообще, в принципе, артиллерия у них очень мощно работает по нам весь бой. Прям пехота у нас что-то это мрет, мрет как муха. Я тут решаю вспомнить молодость, пострелять из пиата. Кто помнит, тот помнит. Конечно, сейчас это не такая имба, но бывает заходит. Гранаты я уж кидаю просто в церковь. А потом и в противника тоже кидаю. Правление тупит, по всей видимости. Но это, наверное, немножко лагает просто. Все. Прибегают сюда танкисты. Дочинил я фаерфлай. Остался только трак. Прибегает еще один бронебойщик. И снова я его не могу дочинить. Танкистом, бедолага, уже, наверное, устал гайки крутить. Я взял грузовик поддержки, уже пополняю свой матрас. Беру диверсант. Хоть что-то из спецочков. Из спецюнитов. Просто у меня осталось всего лишь одно спецочко. А вот и взял я диверсантов как самое эффективное средство. Вспоминаю про вражеский Центурион. Его нужно срочно добивать, чтобы ситуация не повторилась. Там вон бежит еще один бронебойщик. Я его срочно перехватываю пулеметом. Но мажу то, о чем я вам и говорил. Этот долбанный мисклик. Чуть было не сплоховал. Там еще один боец поджался под церковь. Что он там делает, непонятно. Союзник мой играется с огнеметом. Ну а я добиваю танки. Ну вот примерно то, что сейчас происходит на экране. Все. Добил Центуриона. Хоть что-то положительное случилось. Подкидывают дополнительно танкистов. Пехоту подвожу поближе. Понимаю, что может быть стоит сюда хотя бы один брусфер поставить. Сказано, сделано, поставлено. Ну и тут в основном враг пытается добить фаерфлайш, что ли. Ну не знаю. Ну в общем, что-то он делает. Я тут вроде бы как отбиваюсь потихоньку. У союзника все вроде бы неплохо. Он центр взял и там достаточно намертво закрепился. Ну похоже на то. Небольшое затишье. Я беру еще танкистов. Я не теряю надежды починить этот фаерфлай. Все. Мне надоел этот ленд матрес. Я еду за ним. Но сейчас внимание на союзный тулип. А вон он справа едет. Рискует, конечно. Выкатывает артиллерийский танк вперед. Но делает залп. И просто красиво попадает. Я даже оценил этот выстрел. Все. Мучение наконец-то закончилось с этой реактивной артиллерией. С союзника я на самом деле поражаюсь. Первую половину не играл. Сейчас проснулся. У меня здесь на фланге разобрался. Центр отбил. Еще тут артиллерии раздает. Вопросов нет. Вот это мне уже больше нравится. Ева. Может быть это кстати она. Но я женщин встречал штурм только с подвохом. Удается мне здесь кстати поставить бруствер. По хорошему на самом деле мне нужно было здесь все брустверами засрать. Чтобы просто избавиться раз и навсегда. От вот этой вот пехотной угрозы. И особенно бронебойщиков. Но мое состояние мне этого не позволяет. А в данную минуту я уже перестал думать. Буду отбиваться диверсантами. Но бруствера не поставлю. Центурион все еще чинится. Грузовик. С артиллерией. Ищет пока что свою жертву. Вот, вот, очень важный момент. Я замечаю радиста. И срочно свожусь. Именно его я и ждал. Очень сильно боялся, что он подобьет моего центуриона. И здесь мне удается его перехватить. Беру диверсанта для того, чтобы подобрать сигнальный пистолет. Но понимаю, что радиста я растворил. Хотя он, кстати, вроде бы валяется. Сигнальный пистолет я не заметил. И прямо рядом с церквью. Хотя, может быть, это и не он. Сложно сказать. Решаю все-таки подобрать пиат. Все. Теперь у меня диверсант-гранатометчик. Прям поближе его подвожу. Чтобы, если что, какой-нибудь танчоус перехватить. Ну и чиню фэрфлай. Он у меня уже весь бой, по-моему, чинится. И я все еще не теряю надежды. С Блэк Принцем, кстати, непонятно, что. Дочинился, не дочинился. Вроде бы в такой же позе стоит. Ну и похоже на то, что мы взяли противника измором. Все. Центр наш. Никаких попыток захватить его не наблюдается. На грузовик мне что-то маякует. Видать, очки все же были на грузовик. Стреляю из матраса. Просто, чтобы немножко обезопасить центр. Но снайпер все еще жив. Замечаю артиллерию противника. Это он взял. Королевский полк артиллерии спецюнитов. То есть там две артиллерии 25 фунтовки. Ну и на самом деле это неприятно. Потому что дальность у них побольше, чем у моей реактивной. Они уже демонстрируют мощь. Уничтожив брэнкеррия Рьевы. Это значит, что сесюкаться с ними нельзя ни в коем случае. У Рьевы, кстати, тоже есть лэнд-матрес. Не помню, говорил ли я вам про это. Да, скорее всего, вы сами заметили. Появляется у них, помимо всего прочего, саперный Черчилль. Короче, я так понимаю, они решили сыграть ва-банк. И взять все самое дорогое, что у них было из спецюнитов. Один взял артиллерию. Другой вот такой вот довольно специфичный танк. 25-ти фунтовка, кстати, подбила лэнд-матрес моего союзника. Это очень печальное известие. Сейчас я пытаюсь не уничтожить саперного Черчилля, а просто поставить его на трак. Пуляет куда-то. До конца добивает Крусайдер. Блэк Принца урона не нанес. Это хорошо. А я все пытаюсь. Пытаюсь и пытаюсь. То на трак поставить, то добить танк. Ну, а игра мне что-то в этом бою показывает здоровый такой фак. Дочинил я фаерфлай. Опять остался один трак. Ну, почти уже, почти у меня этот танк готов. 25-ти фунтовка начинает долбить именно по фаерфлаю, чтобы на трак поставить. Я бегу своим диверсантом. Опять, блин, пролагало. И, к сожалению, неудачно в двигатель я не попадаю. Ну, на самом деле саперный Черчилль. Да и вообще, в принципе, любой Черчилль довольно сложно подбить гранатометом. Поэтому саперный Черчилль на самом деле та еще заноза в заднице. Не совсем тут понятно, что с ним делать. Но я сейчас мечтаю дочинить фаерфлай и попытаться объехать его слева. Но из-за того, что 25-ти фунтовки вроде бы как поставили фаерфлай на трак, я решаю или не решаю объехать его Центурионом? Вроде бы не решаю. Или все же решаю? Я не помню. Что же я здесь делал? Итак, вот я разведаю обстановку своей пехотой. Ну да, все-таки решил я поехать своим Центом. Заметил, что там поджался бронебойщик. Ну и начинаю ковырять. Высовывается этот самый бронебойщик. К сожалению, он сжигает мой фаерфлай, который только что снова воскрес. Увидел снова жизнь одним глазком и тут же закрыл свои глаза. Ну и теперь уже навсегда. Все. Сожгли. Сожгли изверги мой танк несчастный. Долбанная 25-ти фунтовка срывает мне гусеницу. И мой Цент снова оказывается в уязвимом положении. Я готовлюсь принять бронебойщика. Но этот бронебойщик в итоге оказывается слева. Но все обошлось. Я его вовремя уничтожил. Нужно срочно чинить Центуриона, иначе беда. Слева бежит бронебойщик и делает роковой выстрел. Доигрался я, называется. Все. Минус Центурион. Снимаю браунинг. Но это так уже. Конвульсии. И вот она снова вернулась ко мне. Жопа. Вроде бы все недавно было хорошо. У меня был Центурион. У меня была пехота. Я уже почти дощинил фаерфлай. Но нет. Захотел я уничтожить сапера. Полез за чем-то Центурионом. И... Случилось то, что случилось. Теперь у меня юнитов совсем не осталось. В этом заключается главная проблема. Очков нет. Я пустой. Свой главный танк потерял. Все, что у меня осталось, это реактивная артиллерия. Но с учетом того, как я стрелял весь бой из нее, уповать на нее не стоит. Союзник наяривает пятом по вражеской пехоте. Я тут решаю сломать бруствер. Размениваю бруствер на британского спецназовца на 45-й минуте. Это противопоказано. Снова мискликаю. И из-за этого мисклика мы еще и теряем Блэк Принца. Минус мораль. Все. Мы остаемся без мощных краеугольных танков. И только бронебойщики нас могут спасти. И вот он момент. Саперный Черчилль выезжает вперед. Я бегу. Стреляю. И попадаю в башню. Хотел еще раз в двигатель. Но не дали мне такую возможность. Грусть, печаль. Сейчас я очень сильно растерялся. Одно радует. Саперный Черчилль все же это специфическая машина. Которая на острие атаки не повоюет. Так изредка будет выкатываться и давать из шайтан трубы своей. Немножечко я покусываю артиллерии. Но эффект не крупномасштабный. Всего лишь пару танкистов подстрелил. Еще и выкатывается даймлер. Но тут союзник. Уже готов ко всему. У него там был британский спецназовец с противотанковой винтовкой. Очень хорошо, что он у него был. Даймлер уничтожен. Но я так мало-помалу кидаю гранаты. Все как обычно в принципе. Бомжую. Ставлю брустверы. Заряжаю ленд-матрес. Думаю, куда стрелять. Очень сильно, конечно, мешает вражеская артиллерия. Ну, просто пока терпим. Пока терпим. Конечно, у нас все плохо. Но противника тоже не все хорошо с ресурсами. Они тоже бомжуют. Отряды взять мощные не могут. Это нам на руку. У моего союзника, кстати, напротив. Пехоты довольно много сохранилось. Причем неплохой пехоты. Ждем, короче. Сейчас просто ждать и подстраиваться под противника. По крайней мере, у нас есть такая привилегия. Потому что мы держим ключевые точки. Опасно будет, если на меня нападут. Потому что на моем фланге уже чисто пустота. Тут еще и ПТ-стрелки по мне стреляют, убивают. Просто кошмар какой-то. Брать нечего. Смотрю, думаю, хоть пулемет здесь подобрать. Чтобы хоть как-то поувереннее себя чувствовать. Но даже патрошек здесь нигде не стянуть. Пока что просто кидаю этого танкиста. Начинаем по чуть-чуть грызть друг друга. Другого, в принципе, не остается. Это я пытаюсь найти сигнальный пистолет радиста. Потому что у меня есть идея поставить на трак Черчилля. И если найду этот пистолет, подбить Черчилль. Хороши, хороши мои мечты, но неосуществимы. Потому что сигнальный пистолет радиста я так и не нашел. Из-за того, что он уже ретировался. Союзник вообще на передовой воюет. Саперный Черчилль стреляет, убивает. Четырех бойцов. Неприятно, конечно, но все же эффективность против живой силы у него не столь высокая, я бы сказал. В конце концов, у нас нет танков, которые он может уничтожить. Поэтому и бояться нам сильно его не приходится. Беру я чисто бронебойщиков. Потому что иначе никак. Это единственный способ его уничтожить. При этом я пока даже не представляю, как именно мне его обойти, чтобы как-то удачно подстрелить. Готовлю матрас против вражеской артиллерии. Я так подумал, что пора уже заканчивать с этими 25 фунтовками. Достаточно уже они постреляли. На позиции. Свожусь на место, где последний раз светилась арта. Но как-то здесь тихо стало. И я в итоге не рискнул. Решил пальнуть лучше по центру. Чтобы обезопасить немного флаг. Очень сильно лагать что-то стало. И все-таки я решаю последний залп. Отправить куда и планировал. И попадаю в артиллерию. Минус одна. Причем она где-то в стороне стояла. Скорее всего он ее откатил. Ну а мне какая разница. Я ее уничтожил. Все. У противника остается одна 25 фунтовка. И это естественно очень сильно упрощает нам задачу. Возвращаясь до пулеметчика. Я его спрятал специально, чтобы саперный Черчилль им не заинтересовался. Ну и делаю попытку проползти своим пятчиком. Но понимаю, что здесь есть лишние глаза, от которых мне надо как-то избавляться. Собрался уже убегать своим пулеметчиком. Внимательно слежу за сапером. Потому что лишиться пулеметчика очень не хочется. Избавляюсь от лишних глаз. Сейчас делаю коридор для своего бронебойщика. Получается не очень. Ну вот так вот я боязно использую пулеметчика. Боязно, но зато осторожно. Тихонечко-тихонечко ползу. Помню, что слева есть боец в ямочке. За брустверами еще парочка. Пока вроде бы все нормально. Гранату взял для того, чтобы кинуть ее за бруствер. Убить там кого-нибудь и сразу же взять пиат. Но решил отказаться от этой идеи. Слишком много риска. Решаю стрелять прямо отсюда. Первый неудачно. Второй неудачно. Ну и в итоге мне тут закидывают гранату. Даже не гранатой. А стеном меня убили. Прогорел, в общем, еще один мой бронебойщик. Отчасти не повезло. Отчасти угол был недостаточный. Я это принимаю во внимание. Поднимаю здесь пиат. Здесь на самом деле много пиатов. И решаю взять угол получше. Чтобы стрелять под прямым углом. Решаю прямо обойти его со стороны. И надеюсь, что здесь никого нет. Матрас готов. Но я пока не тороплюсь делать залп. Потому что у меня ползет разведчик. Может быть он сейчас кого-нибудь найдет. Нашел он тетрар. Объезжающий меня с фланга. Думаю, кого взять. Очень не хочется тратить много очков. Беру ПТ-стрелка как наиболее дешевое средство. Тут у меня еще на фланге затаился британский спецназовец. Я беру в руку противотанковую гранату. Делаю попытку. И, к сожалению, не рассчитал траекторию мой боец. Остается надеяться только на ПТ-стрелка. Лишь он стоит между матрасом и тетрархом. Очень повезло на самом деле. Я успел стрельнуть до лага. Высаживаются танкисты. От этой угрозы тоже надо избавляться. Не знаю, что здесь выбрать. Беру элитных снайперов. Заодно там пособираю ими потом пиаты. Здесь боец отправляется в космос. Ничего необычного. Ну и все. В принципе, угроза устранена. И вот он, момент истины. Я каким-то чудом прополз. Мало того, обнаруживаю последнюю 25 фунтовку. На счастье, у меня матрас заряжен. Поэтому я не тороплюсь пока с бронебойщиком. Пока артиллерия в зоне моей видимости. Нужно сначала с ней разобраться. Осторожненько свожусь. Долго свожусь на самом деле. Стреляю. И попадаю. Прекрасно. Все, противник остается без артиллерии. Единственная оставшаяся угроза прямо передо мной. И я потихонечку ползу к ней. Угол отличный. Если мне сейчас игра не поднасрет, все должно получиться. Я впервые в своей жизни встаю на шифтку. Стреляю. Попадаю в двигатель. И двигатель воспламеняется. Все. Саперный Черчилль с этого момента перестает существовать. Я уже здесь для гарантии хотел взорвать его динамитом. Но не было в этой никакой необходимости. Я качаю головой. Ой, типа все. Все. Просто все. Вот здесь вот я выдохнул, потому что понял, противникам нечем отбивать наш флаг. У нас ресурсов сохранилось побольше. У меня реактивная артиллерия. У противника тулип и куча пехоты. Здесь я просто пошел по грибы, по британские грибы и начал собирать пиаты. Которых здесь просто дофига. Конечно, противник здесь жестко запарился с пиатами. Этого не отнять. Убиваю последних здесь британских спецов. Все, каждому спецу по пиату. Бегите на перезарядку, на пополнение. Сейчас я их отправлю прямиком сюда. Ну, какой-то несчастный грузовик смерти приехал. Пацаны приехали и просто сгорели. Ну, как обычно, легкий залп. Сейчас уже просто не по кому стрелять. У противника никого и ничего не осталось. Ну, я тут собираю армию пиатчиков. Вспоминаю, кстати, про Викерс. Сейчас отдам британскому спецназовцу. Потому что еще непонятно, что может выдать соперник. А вдруг проснется, а вдруг там что-нибудь о них сохранилось. Или они очков поднакопили. Все может быть. И лучше быть готовым. Лучше уж встретить их, как бы, с пятью пиатами, чем с пустыми руками. Я так мыслю. Ну, так просто. Для галочки и для красоты картинки. Закрываю бреши. Моя армия пиатов. Сейчас их тоже расставлю. Чудненько, чудненько. Ну и вот теперь я по-настоящему готов кого-нибудь встретить. Тулип продолжает наяривать. Один пятый я решаю здесь оставить. Потому что, как ни крути, есть еще угрозы нападения на мой флаг. Ну и все, в принципе. Последний рывок остается. Здесь пару секунд осталось подождать, поднакопить. Здесь я обнаруживаю еще последнего. Ну, теперь точно последнего. Элитного пехотинца. Все. Теперь у меня здесь чистенько. Аккуратненько. Остается всего лишь пять очков. Я решаю взять реликон на всякий случай. Артиллерия, если что, готова. Чуть-чуть поближе ее подвожу. Ну и это последняя атака нашего противника. Это обычный кромвель. Энное количество пехоты он также кидает. Готовлю свои пиаты. Кромвель, кстати, подбивает тулип. Это удивительно, что он пробил. Там пробитие смешное. Стреляю напоследок из пиата. Получается. В коем-то веке мой пиат сработал. Ну и все. Победа. Сквозь бездонное бремя ошибок. Но это победа. Сейчас игра отлагает. Победить победителя, мне кажется, дорогого стоит. 807 очков я наковылял. Союзнику также огромный респект. Вторую часть боя отыграл великолепно. Как обычно, пишите о ваших впечатлениях. Бодрее ли это предыдущего невероятного боя? Ну а на связи был Маэстро Флэс. Конец связи. Маэстро Флэс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...